Оказывается, подраненных в среде наших святых много, очень много. И что особенно горько, ранены они не врагами душ человеческих, своими ранены. Пресвитеры ранят нередко, пресвитеры бывают безжалостны, жестоки. На жалобу брата или сестры отвечают немедля. Не нравится? Уходи. И уходят. А бывают сестры отвечают немедля. Не нравится? Надо переставить. Забуксовал. Сначала. Оказывается, подраненных в среде наших святых много, очень много. И что особенно горько, ранены они не врагами душ человеческих, своими ранены. Пресвитеры ранят нередко, пресвитеры бывают безжалостны, жестоки. На жалобу брата или сестры отвечают немедля. Не нравится? Уходи. И уходят. А бывают очень духовные пастыри. С любовью, заботливо и вежливо внушают таким подранкам. Не уйдешь? Пожалеешь. И если не уйдет? Отлучат. И марают так, чтобы на весь белый свет воняло. Такому не выжить. Это жертва произвола, у которой нет ни друзей, ни защитников, нет никого. Ибо всякого, кто дерзнет общаться с изгнанником, сейчас же привлекут к ответу. Так создаются высшие фарисейские стандарты любви. Любовь без милости, без прощения. Бывает круг приближенных к пресс-фитеру, таких специальных людей, на вроде мух. Они прилипают к начальнику, как к мухе к меду. Они нахваливают пресс-фитера, заодно мимоходом нелестную характеристику на брата. Хлоп, вот мол, он так говорил уже второй раз. Пресс-фитер принимает их похвалы за чистую монету. И доверяет им все более и более. И одновременно подозрительно смотрит на тех, о которых муха шепнула. Бывает так, что пресс-фитер с такими мухами в тесном общении. А клевета и сплетни попадают в уши детей божьих. И у них возникает шок. Как? Неужели такое возможно? Разве наш пастор может такое сотворить? Разве братья могут такие дела вершить? Соблазн возникает. И печально, но в системе управления, основанной на информации, получаемой от мух, невозможно правду сохранить. Ее просто нет. В такой среде множатся обиды, соблазны. Возникает брожение. И исход людей в поисках собрания, где любовь. Конечно, начальствующий пресс-фитер уверенно скажет, что уходят бунтовщики, всякие капризные люди. И даже скажут, хорошо, что ушли, церковь очищается. Это Господь очищает церковь. Слава Ему. Я думаю, зря они приписывают Господу славу за разорение церкви. Господь плачет, скорее всего, из-за таких драчек. Он кровь свою отдал за всех и любит всех. И может быть, что раненых и изданных Господь любит более всего. Ибо он знает предательство и отречение, и суд неправедный, и распятие, как злодея. Он пережил. Ему скажут, отчего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Поэтому я хочу сказать изданным и оклеветанным, не отчаивайтесь, не горюйте, уповайте на Господа. Он пастырь добрый. Я, если пастырь добрый, говорит Иисус, пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Иисус, пастырь добрый.